Сегодня моим текстом послужат 23 и 24 стихи 11 главы Евангелия от Марка, где мы читаем следующее. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». На прошлой неделе мы говорили о входе Господнем в Иерусалим и обнаружили из более тщательного разбора Евангелия, что, вопреки общего мнения, Христос входил в Иерусалим не один раз только, а три раза в течение последней недели перед своей смертью. Эти три входа произошли в воскресенье, в понедельник и вторник страстной недели, и в этом трояком входе в Иерусалим мы видели Христа в роли царя, священника и пророка. Вход Иисуса Христа в Иерусалим в первый день, то есть воскресенье, был царским. В порыве энтузиазма ученики и народ восклицали «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня» – «Осанна, вышних». Такова была встреча Иисуса Христа, когда вошел в город Иерусалим на вербное воскресенье. В этот же день он пошел в храм и, сказано, осмотрев все, как время было позднее, вышел в Ифанию с двенадцатью. Сегодня я хотел бы более детально коснуться второго входа Иисуса Христа в Иерусалим уже не в роли царя, а как священник. В этот день, как мы видели в прошлый раз, произошло очищение храма и странный акт проклятия смоковницы. Невольно возникает вопрос, какое значение имеет проклятие смоковницы? Имеет ли какое-нибудь отношение оно к очищению храма? Ведь оба эти акта произошли в один и тот же день. Важно отметить в начале нашего разбора, что проклятие смоковницы было иносказательным актом, касательно чего Господь дает пояснение своим ученикам. Откроем наши Библии или Новые Заветы, если вы имеете там при себе, к Евангелии от Марка, к одиннадцатой главе, стих одиннадцатый. Тут мы читаем следующее. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Ифанию с двенадцатью. Это произошло в первый день при его царском входе, когда после триумфального входа он направился прямо в храм и осмотрел все. Это был взгляд и следование. Ничто не минуло его всевидящего взгляда, и то, что Христос там видел, заставило его вернуться на следующий день с бичом, чтобы выгнать торгующих и оскверняющих храм. После очищения храма Христос заставил неплодовитую смоковницу засохнуть. В мыслях многих это место в Священном Писании заставляет немало затруднений. Сегодня мы поближе вникнем в это место Слова Божие и посмотрим, не найдем ли мы в самом этом затруднении полезный урок для нас. Я уверен, что и этим местом Слова Божие Господь хочет нам нечто важное сказать. Пусть Господь Сам нам в этом поможет. Теперь слушайте внимательно. Я читаю, начиная с 12 стиха 11 главы Евангелия от Марка. На другой день, когда они вышли из Вифани, он взалкал. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирать смок. И сказал ей Иисус отныне, да не вкушает никто, от тебя плода вовек. И слышали ученики его. Во-первых, следует отметить, что это единственное чудо осуждения, которое Иисус когда-либо совершил. Этот акт, заставляющий смоковницу засохнуть, был уничтожительным, неискупительным актом Иисуса Христа. Поэтому мы должны найти основную причину и значение этого странного акта осуждения. Я помню, как однажды я проповедовал на эту тему в одной церкви, и после собрания ко мне подошел один господин и сказал, вы знаете, мне кажется, что на этот раз Христос просто вышел из себя. Дорогие друзья, это не что иное, как бесчестье, просто богохульство. Первое, о чем люди, подобно этому господину, возражают, это, что, мол, этот акт был несправедливым со стороны Христа. Ведь тут ясно сказано, что еще не время было собирать смоков. Если не было еще время для собирания смоков, то спрашивается, почему Господь ожидал и требовал от нее плоды? Разве это справедливо? Если еще не время было собирать смоков, то почему Иисус сказал ей, отныне да не вкушает от тебя плода вовек? Возражение якобы оправдывается. Однако же, если мы посмотрим немножко ближе на наш текст, то обнаружим совсем другое. Чтобы понять это кажущие противоречия, мы должны взять во внимание некоторые данные о смоковнице. В Палестине возможны три сбора смоков – в июне, в августе и в декабре. Это произошло в апреле месяце, на страстной неделе. Поэтому Марк совершенно прав в том, что не время было собирать смоков, как тут написано. Однако же, заметьте, что дерево это имело листья, указывающие на то, что дерево должно было иметь и спелых плодов. Нужно иметь в виду, опять-таки, что в Палестине сперва появляется плод, а потом листья, и потому, если дерево имеет листья, то, значит, должны и быть плоды. Но, увы, на этой смоковнице не было плодов, хотя и были листья. Поэтому наш Господь имел полное право требовать плода на дереве, которое имело листья. Заметьте, 13 стих дает на это намнек. «И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев». Дорогие мои друзья, это был несозрелый показ листьев, что заставило Христа подойти к ней и посмотреть, не найдет ли чего на ней. Заметьте, что на этом дереве вовсе не должно было быть листьев. Это было ложное изображение, ложное представление листьев, которые говорили, что есть плоды, но после более близкого исследования дерево оказалось бесплодным. Эта смоковница была деревом ложного представления. Листья говорили о плодовитости, а там вовсе не было плодов. Итак, мои дорогие друзья, этот акт проклятия неплодной смоковницы не является лишь физическим уничтожением дерева, но показательным уроком для нас. Тут также следует отметить, что Иисус взалкал. Алчба Иисуса тоже имеет глубже значение, чем физический голод. Бессомненно, была и физическая алчба, однако же она имеет и духовное значение. О чем именно алкал Иисус? Он искал, он жаждал найти плоды праведности в своем народе. Смоковница символизирует израильский народ. Бог насыщал эту смоковницу всяким благословением, выращивал ее, ухаживал за ней, питал ее, окапывал и подрезывал ее. Все это он делал, чтобы она приносила плода, и в конце она оказалась бесплодной. Он искал результаты, плоды своего труда над ней, и он не нашел ничего. И вот, видя жалкую неудачу дерева, он его проклял, уничтожил. Все, что оно могло произвести, это ложное представление, ложный показ листьев, религиозности, традиции, обрядов, но плодов любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, оно не имело. Христос не проклял смоковницу за то, что она была бесплодна, так как еще не было время собирания смоков. И если она была бы без листьев, то он не искал бы на ней плодов. Но он проклял смоковницу, потому что она делала показ плодовитости. Это был суд Божий над лицемерием. Лицемерие самоосуждающее, потому что оно основано на недействительности, на лжи. Да, шелещащие листья религиозного энтузиазма были проявлены на вербное воскресенье. И вошед в храм, в тот же день Христос обнаружил, что и там были лишь листья религиозности без плодов. В результате на следующий день Христос входит в храм и выгоняет торгующих в нем. Вместо молитвы в храм производили коммерцию. Плода не было, потому что храм перестал исполнять назначенную функцию. Очистив храм, Христос проклял смоковницу и оставил город. Теперь отметьте, на следующий день, будучи вторник, сказано, что поутру, проходя мимо, ученики увидели, что смоковница, которой Христос проклял, засохла. И Иисус говорит им, имейте веру Божью. Теперь Господь дает пояснение своего акта. Главная причина отрицания Израиля была результатом его неверия. Поэтому Христос говорит, имейте веру Божью. Этим Господь показал, как избегнуть проклятия. Иными словами, там, где есть и практикуется подлинная вера, вера Божия, там уничтожения не будет. Входя в Иерусалим, Христос нашел, что не было веры, вера, которая производит и приносит плоды. Внешний вид религии – да, листья религиозности, но без плодов. И потому бесплодное дерево подлежит к истреблению. Подлинная вера всегда проявляется в молитве, не в заученной молитве, а пламенной, энергичной, преодолевающей, Богом зачатой молитвой. Храм перестал быть домом молитвы, потому что не было этой веры Божьей. И оно всегда так, где нет веры, там и нет подлинной молитвы. Далее Господь указывает, как можно молитвенную жизнь сохранить. Он говорит, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Чтобы сохранить молитвенную жизнь, Христос говорит, что нужно иметь прощающее сердце. Ничто так не может погубить молитву и веру, как нежелание простить брату или сестре. Поверь, мой друг, что долго молиться не сможешь, если не простишь брата, ибо если вы будете прощать людям согрешение их, говорит Христос, то простит и вам Отец наш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение вашим. Общение с Богом невозможно там, где нет прощения. Но тут еще один важный урок, который Господь дает нам в связи с верой, молитвой и прощением. Ученики показали удивление тому, с какой скоростью произвели слова Иисуса Христа на смоковницу. Посмотри, говорят они, смоковница, которую ты проклял, засохла. Она сейчас же засохла. Иисус сказал им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Не думайте, что Иисус здесь поощряет людей употреблять веру для истребления деревьев и искоренения гор, хотя если нужно, то и это возможно вере, но тут более основательный урок. В данном случае смоковница, символизирующая израильский народ, стал препятствием вместо сотрудникам в проведении плана Божьего. Вместо того, чтобы содействовать Богу, этот народ активно, вольно, намеренно, сознательно противился ему. Поэтому Христос двинул эту гору, эту мертвую смоковницу с пути. Это и был показательным уроком веры для учеников. Если будут препятствия на твоем пути, даже величиною горы, которой человеческой силой не сдвинуть, тогда имей веру Божию. Скажи этой горе поднимись и вернись в море, и оно будет так. Удаляй эти преграды верой. Сам своей усилой ты не сможешь, но верь, что Бог силен и может и сделает то, что ты желаешь благодарения Господу вовек. Вошед в храм после проклятия смоковницы Христос выгнал с бичом торгующих в Доме Божьем, говоря, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И сразу же после этого сказано, и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Таков будет результат веры. Сперва удаление преград, затем очищение храма, и, наконец, озарение, исцеление и пение. Храм еще раз начинает функционировать как должно было. Мой дорогой друг, твоя вера совершит то самое и для тебя. Имей веру Божию. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Христос сказал, слушайший слово мое и веройший пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. О, мой дорогой друг, желаешь ли ты, чтобы Христос стал царем в твоем храме? Желаешь ли ты, царя Иисуса, со всеми благами его царства? Тогда ты должен ему дать полное распоряжение твоей жизни. Он должен иметь полное право очистить твой храм и привести его в порядок, чтобы он стал функционировать так, как должно для славы Божией. Тогда в твоем сердце Христос установит Царство Божие. Царствует ли Господь в твоем сердце? Установлено ли Царство Божие в сердце твоем? Но ты спрашиваешь, в чем же заключается Царствие Божие? Апостол Павел в своих посланиях к крымлянам и коринфянам ясно определил Царство, которое Христос пришел установить. Оно неземное, но в сердцах людей, имеющие веру Божию. Да, придет время, когда он восстановит свое Царство на земле. Но, как Господь сказал ученикам Своим, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он есть Тот, Который установит в тебе Царство Христово, ибо Царство Божие не в слове, а в силе, и Царство Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во его состояние мир, цель Царства Божия радость и результат его сила, сила Духа Святого. Мы, возлюбленные братья и сестры и друзья, там, где мы находим праведность, мир, радость и силу Духа Святого, там мы можем сказать, что существует Царство Божие. О, мой друг, познал ли ты Христа, воцарен ли он в твоем сердце, восстановлено ли в тебе Царство Божие, имеешь ли ты его праведность, его мир, его радость и его силу? Сегодня Господь стоит у двери сердца твоего и стучит. Если кто отворит двери, то войду, говорит Господь, и буду вечерять с ним и он со мною. по-рус. Редактор субтитров, наук. Корректор Продолжение следует...